Ольга Чеботарёва увлеклась народной культурой ещё в юном возрасте. Повзрослев, сама стала изучать национальный костюм и традиции Руси. Тогда и узнала, что так понравившийся в детстве головной убор мачехи, кику с рогами, в любимом фильме «Снегурочка» на самом деле должны были одеть совсем на другую героиню. Этот головной убор свадебный, это на «Снегурочку» должны были одеть операторы, костюмеры. Да, а женщина в возрасте матери, у неё были простые довольно-таки головные уборы, либо платок повязывался. В начале 2000-х Ольга приобрела первый экспонат для своей будущей коллекции – женскую нарядную рубаху. Затем захотелось найти под неё понёву, так раньше называли на Руси юбки замужних женщин. Каждый узор, каждый изображённый символ на одежде нёс определённую смысловую нагрузку, уверяет Ольга. Символы жизни, продолжение рода, мира, добра. Узоры наносились и по циклу круглогодичного движения природы. С этим связана работа и хозяйство народа, обучение детей в том числе. Одежда девушек и замужних женщин на Руси сильно отличалась, уверяет наша героиня. Стандартный набор девушек – рубаха, сарафан и лента на голове и в волосах, заплетённых в косу. А вот после свадьбы в большинстве областей сарафан заменяли на понёву. Сверху надевали фартук или завесу, а голову с двумя косами покрывали платком. Ольга Чеботарёва показала, как наши прапрабабушки делали из обычного платка нарядные головные уборы. Например, так завязываем платок вокруг головы и подгибаем края платка у лица вовнутрь. Дальше мы берём свисающие края платка, ну, например, в эту сторону. Можно сделать вот прямо сейчас из этого повяза два разных головных убора. Скручиваем и повязываем сюда. Дальше моднице оставалось лишь расправить образовавшуюся корону на свой вкус и вуаля – нарядный русский народный головной убор готов. И какой же наряд без украшений, бусы и гайта наносили даже маленькие девочки. Чем старше становилась девушка, потом женщина, тем у неё больше было нагрудных украшений. То есть это ещё говорило о статусности. На выставке «Русь моя родная» в историко-культурном центре представлены в основном свадебные наряды. Их молодые девушки шили себе сами с 12 лет. Преобладание красного цвета, обилие вышивки и украшений, головной убор, расшитый серебряной нитью. Именно в таких костюмах выходили девушки замуж в 19 веке. Я не смогла удержаться и тоже примерила на себя кичку старинный свадебный головной убор. Вот мы верхнюю часть снимаем. Это волосы подвязывались, а здесь вот, видите, для того, чтобы она стояла, поворачиваясь сейчас. Она в итоге закреплялась так, это сюда. И, конечно же, волосы вот эти убирались. Да, красиво тогда ещё сделала. То есть волосы все были убраны. Ольга Чапатарёва продолжает исследовать культуру русского национального костюма, общается с этнографами, ездит на тематические выставки и конференции. Свои знания она передаёт людям, участвуя в выставках и проводя экскурсии для детей и взрослых. Так как уверена, помнить свою историю значит быть сильным. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВиднетВ.